Всем привет! Едем на день рождения, как я и говорила. Ренат ресторан не снимет. В чем я? Едем уже в такси. Я просто всю ночь не спала с племянником. Тяжеловато мне было. Как-то он обрезничал сильно. Пили цветочки, мчим. Красивые розы. И там с потолка поломцами свисают. Бань, с днем рождения! Спасибо! Будь всегда такой счастливой и красивой. Наслетит. А, наслетит? А, слетит. Там баранина, улица, седей. Ну там осохнило как говорится. Нет больше ничего. Решила делать блины, а дома молока очень мало осталось. И вообще нет блинной муки. Поэтому бегу в магазин, так неохота. У нас там дождь, ветер. Вот пальтишко. Хотела вам показать. Вот Макс Мара у меня новая. Полностью здесь по бокам молнии, которые растягиваются. Наконец-то серебряная фурнитура. Мех. Мне безумно оно нравится. И что еще классно, можно вот так вязаные, вот такие типа перчаточек, стройные, одевать, когда холодно. Посмотрите на эти лужи, на эту мерзкую погоду. Трища. Все тает. Фух. Девочки, всех с Масленичной неделей. Готовьте блинчики, радуйте своих близких. Я, конечно, в этом не профессионал. И все равно у меня первые два-три блина будут комом. Я думаю, давно это не делала. В общем, для этого мне понадобится мука, молоко, соль по вкусу, два яйца, сахар по вкусу. Кстати, у меня рафинад. И я всегда добавляю по бабушкиному рецепту, чтобы они были такие воздушные, сочные, как сказать. Либо две ложки сметаны, либо кефира. Кефира у меня сейчас нет. И прямо в тесто тоже чуть-чуть масла. Вот. Примерно будет один стакан молока. 200 грамм муки. И вот две ложки сметаны. Я вообще делаю на глаз всегда, чтобы тесто мне понравилось. В общем, все это смешиваем и начинаем жарить. Когда все ингредиенты смешали, немного размешиваем вилкой. А потом дальше начинаем, у кого есть миксер, венчиком взбивать. И если слишком густое получается тесто, добавляем либо водички, либо еще молочка. Вот такая консистенция у меня получилась. Не слишком жидкая, не слишком густая. Ну что, пробуем жарить ни пуха ни пера. Первый блин, конечно, не очень у меня вышел. Слишком много теста я с непривычки налила. Сейчас пробуем второй. И на вкус надо, кстати, попробовать. Второй вышел получше, потоньше, но тоже не идеал. Стремимся к лучшему. Но очень вкусненькие. Мне нравятся и не слишком сладкие, и не слишком пресные. То, что надо. Под сметанку, под варенье, под гущёнку. То, с чем любят. Процесс идет полным ходом. Вот этот красавчик тоненький-тоненький будет. Смотрите. Покажу вам. Оп. Класс. Вот сейчас такие тоненькие-тоненькие-тоненькие красавцы получаются. Очень довольны. Вот мои красавцы. Получилось, наверное, штук 15. Не знаю. В общем, хватит точно Арине с Ренатом. Сейчас их под фольгу, чтобы медленнее остывали. И всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Делала себе перекус. Расплавила сыр в микроволновке с черным хлебушком Дарницкий. Мой любимый перчик болгарский. Вкуснятина. Всем доброе утро. У нас за окном просто какой-то кошмар. Все тает. Все в лужах. Идет дождь. А мне ехать сегодня на Масленицу. Вчера родительский комитет написал, что у деток в саду будет Масленица. Какой-то концерт они там нам показывают. А потом ярмарка. Представьте такую погоду рядом с садом ярмарка. Я вообще этого не совсем понимаю. В общем, повара там будут, которые детсадовские, готовить блины. Всякие со сметанкой, со сгущёнкой. А мамочкам сказали по возможности взять какие-нибудь угощения. В общем, я вчера купила бубликов, сушек, бараночек. Хочу красиво положить. Вот с того года Арина ходила с дедушкой и бабушкой на гуляния масленичные. Вот такая у нас осталась Масленица. Как-нибудь сейчас все это прикреплю красиво. Если будет возможность, там тогда вам поснимаю. Нашла свое 100-летнее платье. Давным-давно его не одевала. Вообще забыла, что у меня такое есть. Решел с грубыми ботинками и еще у нас так мокрые. Они как раз такие непромокаемые тапочки, как всегда, в кадре. И вот сзади открытая спинка сейчас покажу вам. Вот так выглядит. Ну, такой, треугольничком. О-о-о-о, какая страшная. Но времени нет, у меня уже было что-то на голове делать. Опаздываю, она слегка с люрексом. Закончить свой блог я, наверное, хочу косметикой, которой на данный момент чаще всего пользуюсь. То есть это вот у меня моя отдельная косметичка. Это вот на каждый день у меня, когда идут макияжи. И вот что я на данный момент использую вот постоянно. А так вся косметика, при переезде я ее хорошенько почистила. Что-то маме отдала, что-то подруге. Всем все раздала. Оставила все мне самое необходимое, чтобы срок годности не выходил. Это всевозможные мои тени. Как-нибудь обязательно я вам обещала сниму отдельно. Там еще хайлайтеры. Здесь у меня блески, туши разные, которые мне нравятся. А здесь пилочки, пудры, тональные основы, бронзеры. Так, кисти у меня в косметичке и вот здесь еще, которыми я чаще всего пользуюсь. Ну, давайте посмотрим косметичку. У меня где-то по трюмо, по сумочкам распиханы помады, всегда по карманам. Вот это, кстати, Арина нарисовала бабушке с дедушкой в саду вчера. Вот, ну, сейчас у меня вот такая непромокаемая косметичка. Как раз таки я ездила к племяннику, когда сидеть вот с ней поехала. Сейчас вам открою и покажу, чем я пользуюсь чаще всего. Распотрошила косметичку. У меня, кстати, по летении разбился вот этот мой любимый белый такой бежево-белый оттенок. Так жалко. В общем, сейчас я пользуюсь либо этим, либо этим тональным, либо их смешиваю. Это от Clorance в оттеночке 107 беж. Очень его люблю. Вот он, особенно в зимний период, когда сухая кожа, просто потрясающий. Мой любимейший, все, наверное, знают. Я раньше снимала на него и обзор рассказывала. Я вообще обожаю косметику Benefit. Она для меня одна из самых лучших. Honey оттеночек. Такой он более темный, медовый. Далее. Мои самые любимые. Румян у меня много, но от Benefit Королистов. Видите, какие они у меня уже потертые. И хочу закончить и новые. Потом вам открою. Такие же обязательно приобрести 100%. Моя самая наилюбимейшая тушь из всех возможных и дорогих и масс-маркетовских, которые у меня есть. Вот это мне подходит больше всего. Кисточка от Maybelline. За колоссовой волой. Мой любимый блеск от NYX. В оттеночке Эклер. Сейчас. Вот. Далее кисточка. Триал Техникс. Это у меня для нанесения. Как его? Когда делаю контур. От Nars Laguna. Замечательный бронзер. Просто потрясающий. Нарс Laguna. Единственная упаковка. Вот она такая прорезиненная. Она все время пачкается. Для подвожу водную линию. Всегда белым карандашиком от L'Etoile. Моя кисточка вот эта скошенная для подводки. Что ж так плохо фокусируется. Бровей. Для теней кисточка походная тоже Real Techniques. Расчесывать брови. Так. Мои самые на данный момент обожаемые мною тени Color Tattoo. В оттеночке Creme de Rose 91. Такие они слегка с розовинкой. Но закрываются капилляры. И сверху. Сейчас открою. Крови я сейчас когда я где-то нахожусь. Всегда подвожу вот в этом оттеночком. H&M. А так наношу на все веко вот эти тени кремовые. Далее вот этот цвет. И подвожу вот эти два. Выбираю когда мне что хочется. В общем такая у меня базовая уже заканчивается. Решила закончить все что мне нужно. Вот мои румяна тоже. Не знаю на сколько их останется. Потому что пользуюсь ими всегда и каждый день. И у них просто потрясная кисточка идет в комплекте. Мне очень нравится. Вот такой вот цвет у Color Tattoo. Вот такая кисть идет. Которая мне безумно подходит к моим ресничкам. У этой туши. Вот такой цвет у кремовых теней видите. Еле-еле заметный. Как раз перекрывает все недостатки. Как базу я его наношу под тени. Всегда. В общем надеюсь вам понравилось. Просто простите что так быстро и сумбурно заканчиваю видео. Я просто сегодня короткий день опаздываю за Аринкой. Садик перед праздниками. Вот. Так что ждите в скором времени новые видео. Всех целую. Всем пока. Не судите строго.